Роботы и приложения, новые технологии, разработки, полезные семинары и мастер-классы. Все это седьмая международная IT-конференция «Стачка», которая сегодня стартовала в Ульяновске. Мероприятие ежегодно привлекает школьников, студентов, действующих специалистов, преподавателей и предпринимателей сферы информационных технологий. Действительно, «Стачка» стала культовым мероприятием, которое проводится в городе Ульяновске. Я даже не знаю, как передать мои ощущения, потому что действительно «Стачка» начиналась с такого очень небольшого мероприятия. Мы собирали ребят, которые просто интересовались программированием. Сейчас это крупнейшее российское мероприятие. Это очень круто, потому что такого нет действительно. То есть на «Стачку» приезжают наши ребята, которые приезжали 7 лет назад, кто-то 2 года назад, кто-то приезжает в первый раз. Но все говорят, что атмосфера Ульяновская – это что-то такое незабываемое. Одна из главных целей встречи – обмен опытом. Тем более, в отдельных вопросах специалисты нашего региона могут дать фору коллегам из других стран. Здесь по какой-то непонятной мне причине, именно IT-специалисты, такое ощущение, что намного более продвинуты, чем там. Я не знаю, почему. Там наших ребят тоже очень много. Здесь я не могу сказать, сколько их, но уровень профессионализма, конечно, на мой взгляд, зашкаливает. Там страна все-таки намного больше про продажи. Здесь, как мне сейчас кажется, сам по себе процесс продаж не совсем правильно выстроен, но процесс создания чего-то, создания чего-то нового, на мой взгляд, намного более сильный. В этом году спикеры приготовили доклады по четырем тематическим блокам – образование и карьера, диджитал-маркетинг, бизнес и разработка. Михаил Шакин – специалист по оптимизации сайтов из Омска. Для своих слушателей он привез наработки, которые подходят для продвижения сайтов в русском интернете. Например, вы сами знаете, когда журналист пишет какую-то статью интересную, ему необходимо экспертное мнение, потому что человек не может быть специалистом во всех сферах абсолютно. Если он на медицине, то ему там врача хорошего надо мнения и так далее. И таким образом, когда на площадке взаимодействуют эксперты в разных областях и журналисты, журналисты получают ценные комментарии, экспертные мнения, а, допустим, площадки, то есть сами эксперты получают ссылочки или текстовые упоминания в таких известных сайтах СМИ и интернет-изданиях. И на таких сайтах другими способами ссылки вообще не получить. На церемонии открытия всех гостей поприветствовал губернатор Сергей Морозов. Он поблагодарил авторов проектов за вклад в развитие отрасли IT в Ульяновской области. Более 30 разработок в 2018 году получили поддержку Фонда развития информационных технологий Ульяновской области. Мы одни из первых, кто действительно начали активно заниматься финансовой, административной, управленческой поддержкой экспорта ульяновских компаний. Мы развиваем международное сотрудничество, в частности, по линии Всемирной организации умных устойчивых городов ВГО. Это также административная и информационная поддержка IT-сектора региона. Уже разработана дорожная карта информационной работы по этому направлению, в том числе и за пределами Ульяновской области в России. В том числе мы сейчас создаем большой информационный офис для работы за пределами Российской Федерации. С каждым годом уровень стачки становится все выше, а границы географии шире. На тематических площадках по защите информации, машинному обучению, развитию бизнеса, дизайна, интернету вещей участники почерпнули для себя важную и полезную информацию, которую смогут применить на практике во благо своего региона. Кристина Жакот, Руслан Баталов, Новость Ульяновской правды.